Добрый день вам, друзья мои дорогие! Середина октября, вы уже знаете, заключительная сессия на Бессарабских землях, в садах. Сегодня мы крутим-вертим очередную книжку из греческой коллекции Onyx. Это Onyx Books M92M под кодовым названием Perseus. Посмотрим, что же интересного предлагается нам под модификацией, очередной модификацией Onyx. Все предыдущие книги радовали удивительно высоким качеством сборки, удивительно чутким отношением к экрану. Экран подбирался не абы как, мутненький, дохленький, а очень и очень выразительный, с четкостью, с контрастностью. То есть достойный, не позоривший марку. Ну, вот здесь то же самое. Inpearl последнего поколения, 9,7 дюймов, разрешение 1200 на 825 точек, контрастность 12 к 1. Все по топу, все по пределу. Сейчас мы его покрутим, поверьте, мы посмотрим, что же там такого особенного. Еще одна модель от Onyx в греческой серии. Это Onyx Books M92M Perseus. Не так давно мы с вами рассматривали M92SM Titan. Отличие у них одно, не знаю кому как принципиально или нет, но тем не менее. В модели Perseus, тачскрин экран и Wi-Fi, возможность работать с интернетом. В Titan, как вы помните, этой возможности не было. Он, во-первых, был не сенсорный, во-вторых, он не имел Wi-Fi модуля. Это сказывается отличие на цене. Модель Perseus примерно 14,5 тысяч дорогая, а Titan был 12 тысяч, соответственно. Ну, плюс-минус там 100-200 рублей в зависимости от того, где вы это нашли. Хотя, насколько я знаю, Макцентр является эксклюзивным представителем Onyx. И думаю, вариаций по цене вы не найдете. Итак, прежде чем мы залезем внутрь, буквально несколько слов о характеристиках для любителей всяких цифр. Здесь Ink Pearl очень-очень контрастный по предыдущим моделям, рассмотренным мы это уже знаем. 12 к 1 заявленная контрастность, она реально такая, даже по ощущениям. Здесь большущий экран 9,7 дюйма, разрешение 1200 на 825 точек, 16 градаций серого традиционный. Ну и сенсорная модель у Perseus. Фрискейл-процессор на 800 МГц стандартный, на верхней планке стандартный, на верхней планке ибуксов. 256 памяти, в два раза больше обычного, 8 гигабайт встроенной, 4 гигабайта, простите, встроенной памяти, поддержка карты до 32 гигабайта, 1600 мАч мощный литиево-ионный аккумулятор. Солидный вес, под 500 грамм, под полкилограмма, 490 если точнее быть. Интерфейсы Wi-Fi в режиме BG в Perseus, N не поддерживается. Ну форматы файлов все, все текстовые какие существуют. А теперь мы посмотрим, что же у него внутри и как это все выглядит. Наученный горьким опытом буду, постараюсь ничего не порвать. Этого коробки я уродовик. Изумительная вот эта обложка, так она мне нравится. Что у нас внутри? Внутри скромный по-спартански, по-гречески. Да, что с общей еще и надо? Зарядка, да кабель, гарантия и мануал. Скромно, со вкусом, ничего лишнего. Все та же знакомая нам по Титану. Роскошная совершенно обложка. А-ля кожа, не знаю, кожа не кожа. Ну-ка понюхаю. Не знаю, боюсь сказать, что не кожа. Думаю, не кожа, конечно. Но выглядит очень смачно. Внутри она вот такая. Давайте его запустим. Да, ну джойстик этот маленький, очень чувствительный. Управление вперед-назад, реверс по функции Home. Четыре кнопки. Снизу все та же любимая моя заглушечка. Громкость. Включение, USB и отделение для карточки. И туда жму, простите. У меня это бывает. И стилус аккуратненький здесь. Вот она, Древняя Греция. Загрузка. И вот он, прекрасный, яркий экран. Яркий, контрастный. Это максимум серости, которую можно выжать из этой технологии, как я уже понял. Давайте глянем сразу, как XLS-таблички выглядят электронные. Собственно, большой, почти 10-дюймовый экран, он и нужен-то не для чтения книг, которых удобнее, наверное, читать на маленьком 6-дюймовом экране, а для просмотра PDF-документов. В первую очередь, конечно же, электронных таблиц и журналов. Газет, вот в PDF-формате. А иначе непонятно, зачем нужен такой большой, почти 10-дюймовый экран. Загрузка. Загрузка большая, долгая. Почему? Потому что, сами понимаете, почему. Потому что я не нажал на эту кнопочку. Давайте джойстиком полистаем. Очень быстренько все это работает. Очень замечательно все это выглядит. И это хорошо, хорошо читать. Вот я сейчас внимательно рассматриваю на экране, как это все выглядит. Знакомое нам уже меню. Поворот экрана, да? Вот так вот, да? Да, и в самом деле, таблички смотреть удобно. И журналы. Ну, это мы все знали. Как тяжко у меня с пониманием. Вот объясните мне, старому человеку, что значит вот это вот? Что, что, что? А, вот так. Нет, все-таки что-то еще соображаю. Все отлично, все знакомо, все привычно, ничего нового, кроме сенсорного экранчика. И... А, он не МК-сной, вы поняли, да? Он на пальцы не реагирует. Он сенсорный в том традиционном, еще в Windows мобильном смысле слова. Он сенсорный под стилус, не под палец. Так, хорошо, рисунки. Давайте глянем на пару картиночек, посмотрим, что он может нам нарисовать, создать рисунок. Нет, я не хочу создавать, я хочу... А, вот, не вижу, не вижу рисунков. Тут не встроено ничего. Ну, поверьте мне, вы не... You don't wanna watch pictures on this. Картинки вам не захочется смотреть фотографии на черно-белом экране. Очень четко видно, очень, очень четко видно на экране, и очень удобно пользоваться и табличками, и PDF-ами. Давайте посмотрим, насколько быстро. Да, легко он справляется. Здесь 122 страницы в документе PDF. Это, по сути дела, огромный документ, переполненный таблицами, диаграммами, картинками и сложным форматированием. Все это летает, то есть 800 МГц процессора, фрискейл, тут фрискейл, да, по-моему, стоит, хватает на... За глаза справляется он легко с электронными таблицами и с большими PDF-файлами. Давайте еще раз маленькую такую штучку сделаем. Повернем экран. Я теперь, наконец, понял, как это делается. И посмотрим, насколько... А, нет, он отформатирован, PDF отформатирован как раз под стандартную страничку. Не под лендскейп, а под портрет. Ну что? Вот так это все выглядит. Никаких откровений по сравнению с титаном в Персее мы, естественно, не увидели, поскольку все характеристики точно такие же. Но мы увидели две удобных фичи, за которых нам надо будет заплатить 2,5 тысячи лишних рублей. А именно сенсорный экран под стилус и работу в интернете. Вот такая вот замечательная книжка от Onyx. Люблю я эту марку. Я для себя уже понял, что она у меня теперь размещается в списке самых любимых электронных книг, какие только есть.